итак добрый вечер мы начинаем эфир и сегодня я хотел бы поговорить на такую тему как 44 стадии взаимодействия с нарциссом и мы сегодня поговорим о том что я возразумеваю по словам нарциссы потому что мы сейчас говорим об этом в более широком представлении в более широком понятии чем просто о людях с нарциссическим расстройством личности мы говорим более широко о нарциссах как о людях с нарциссическими чертами так называемые кохотовские нарциссы значит есть четыре стадии которые проходит человек который оказывается в отношениях с человеком с такими чертами личности и это три стадии и плюс одна дополнительная поэтому я так вот и позвал этот эфир что 4 3 плюс 1 и так значит пожалуйста пишите кто меня слышит кто видит значит эфир у нас проходит в инстаграме и в ютубе и я буду стараться следить за инстаграмом и ютубом соответственно итак значит что касаемо вот четыре первых три стадии взаимодействия с любым человеком с нарциссическими чертами первое с чего начинается это идеализация то есть вы встречаете человека который начинает вам со всех сил от всей так сказать своей нарциссической души высказывает быть большое количество разных таких приятных идеалистических в перфектном каком-то наклонении эпитетов то есть он начинает вам просто заливать уши так сказать сиропом он говорит вам очень приятные вещи комплименты много внимания если это переписка то он вам пишет он пишет часто эти сообщения они выглядят хорошо то есть это что-то что вам приятно так секундочку вот эта стадия идеализации она же еще называется в англоязычных источниках love bomb бомбардировка любовь как правило нарцисс секундочку как правило в такой ситуации дарцисс начинает идеализировать человека с которым он общается свою предполагаемую возможную будущую жертву потому что вначале очень важно ему создать так сказать такой плацдарм базу для дальнейшего дальнейших общения с этим человеком для нарцисса же очень важно получать вот это подкрепление своей значимости нарцисс очень важно сразу понять что да мною очарованы мною восхищены меня значит воспринимают как человека у которого пускают принимают мной восторжены а как это сделать проще всего начинаешь просто самого начала насколько это принято сколько это дозволяет нормы позволенного говорит человеку приятные вещи то есть это опять же это же немножко еще и вписано в нашу культуру то есть по правилам этикета мужчина вначале должен женщине делать комплименты должен и значит там подвигать ей стульчик когда они приходят в бар угощать ее предлагать там что-нибудь купить выпить поесть он должен как-то к ней относиться с пиити там так сказать то есть в принципе это но так что love bombing в самом начале что как бы поведение воспитанного человека в чем-то похоже делаю небольшую паузу я прошу вас об обратной связи меня слышно видно потому что я сейчас тут как разойдусь а потом вас не слышно не видно и будет конечно нехорошо так инстаграм жду напишите просто слышно видно итак то есть первая стадия это love bombing или идеализация когда почему как то есть первый мотив нарциссы почему вначале идеализирует потому что он памятуя что раньше он уже какие-то в отношениях вступал как правило люди с эмоциональной незрелостью вступают в отношения которые в общем-то не здоровые не стабильные не длительные они разрушаются и как правило у нас есть определенный опыт того что отношения разрушаются более того как правило большинство людей с эмоциональной незрелостью они не критичны к себе им кажется что это либо в лучшем случае судьба такова у меня что никак не получается отношения создать а в лучшем случае но в принципе это другой виноват другой мой партнер он был виноват в том что отношения не задались но опыт есть и под соответственно поскольку ты вышел уже из каких-то отношений где ты как-то вот у тебя все не сложилось и ты думаешь так в следующих надо вначале пока это еще уместно взять и другому человеку очень много насыпать этого добра так сказать понимаете вот много отбомбардировать любовью так сейчас я может открою здесь себе чтобы комментарии видеть секундочку вот вторая вторая так сказать 2 мотив второй мотив который есть у нарциссы почему как по его вот эти вот личностным как бы особенности почему она идеализируется вначале потому что если ты находишься с человеком в как это происходит в норме так сказать в здоровых отношениях в здоровых отношениях мы сближаясь другим человеком про него знаем например как будто он выглядит внешне как его зовут какие-то минимальные данные о нем не скажем мы где-то с ним познакомились и видели как он себя вел ну или нам кто-то порекомендовал у нас есть небольшое количество всегда информации о другом человеке все остальное это наши переносы и проекции то есть вот есть человек я про него вижу мужчина видит женщину он видит женщины как как она выглядит там цвет волос там и так далее какое зовут а все остальное она ну верно вот женщина такого социального статуса такого возраста такого-то происхождения в смысле вот она оттуда-то приехала такого-то еще чего-то вот они наверное ведут себя так как вели себя женщина из моего опыта это здесь мы наша психика достраивает все эти белые пятна нашими проекциями это то как я бы вел себя на ее месте и переносами как другие женщины похожи на нее в определенном смысле из моего опыта или себя раньше то есть мало вела себя так другие женщины вели себя так учительница давила себя так какие-то другие девочки из моего опыта или себя так и это будет навести себя ну примерно наш вот вот в каких-то таких же рамках вряд ли будет вести себя как инопланетяне то есть как-то вот у меня уже есть какие-то вот то есть это наши ожидания о человеке которые говорят не говорят нам о нем а которые являются в нашем ну с чего должна начинать здоровых отношениях когда ты приближаешься к другому человеку как только ты начинаешь его узнавать ты понимаешь что вот твои эти как бы заготовки они заменяются на где-то похоже на игру в морской бой когда ты прощупываешь и узнаешь вот мне кажется здесь пусто там пусто или там однопалубный корабль стоит то же самое здесь вот ты начинаешь узнавать что человек вот он такой как я не буду в этом каком-то аспекте или например не такой и это вот работа в отношениях работа усилия по последнюю отношение заключается в том что мы разочаровываемся в собственных очарованиях о другом человеке и замените заменяем свое свои очарование на знание о нем на знание о нем реально у нарциссы это невозможно потому что ему очень сложно это же предполагает вот эта работа она предполагается затрачивание большого количества ресурсов которые нарцисс тратит на то чтобы получать вот это вот чувство что я окейный что я мне не важно что мне некогда разбираться в тебе мне важно получить от тебя одно быстрое короткое мгновенное подтверждение того что я молодец как этот анекдот про актрису когда актриса там что-то о себе о себе говорила что мы все обо мне дам мне давайте поговорим лучше вас как я вам понравилось в своем новом фильме понимаете то есть у нарцисса не хватает сил для того чтобы в другом человеке разознаваться соответственно если ты про другого человека ничего не знаешь то ты ну как бы тебе кажется что другой человек собственно состоит то есть ты его не узнаешь ты вклад ты себя ты живешь в иллюзии что он такой как ты не думаешь то есть вы переносы проекции никуда не деваются от начала и до конца получается что в таком случае идеализирующий человек там с физическими чертами он воспринимает другого как таким каким я хочу увидеть вот как образ какой-то ну скажем если это мужчина рассматривает женщину у меня есть образ идеального партнера идеальной женщины которые ну как правило так сказать основа это вот образ матери и потом с возрастом навешиваются добавляются другие какие-то другие женщины вот значит это вот этот идеальная женщина она должна вести себя вот так вот и конечно же пока я вначале верю в то что она вот идеальная то мне как бы в принципе и очень легко органично вот ей устраивать лаву слушать ты вообще ты вот прям говоришь как как не в душу как будто бы заглядываешь какая ты луна какая ты красивая как у тебя голос какой дни рестант на понятие да все восхищение такое и при превознесении но в какой-то момент на как работает вообще идеализация как психологическая защита есть эти психологические защиты идеализация и обесценивание и вот эти психологические защиты они обычно в литературе как и записываются идеализация slash обесценивание то есть всегда когда ты кого-то идеализируешь тебе кажется что человек идеален перфектен то есть он наилучший он никогда не лжет никогда не опаздывает никогда не отказывает мне никогда он не 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 критикует меня предположим вот такой нагоняю и когда ты думаешь что вот такой тонн идеальный то естественно что поскольку такого в жизни не бывает ты очень быстро твой идеальный образ рушится о реальность и поскольку ты до этого человека идеализировал ты думаешь ну раз ты я думал что ты вообще никогда не врешь а раз ты вот здесь соврал или здесь вот ты как-то вот что-то здесь опоздала здесь что-то вот оказался грешен значит я тебя присутоку перекос я тебя из идеализации вскидываю в обесценивание значит ты не достоин ты не не оправдал мою светлые на тебя высокие надежды соответственно ситуации с коммуникации с нарциссом что происходит вторая стадия это стадия обесценивания по-английски devaluation то есть стадия которая проявляется в том что если вы со стороны жертва нарцисса вот вам человек написывал или там названивал или вообще в принципе рассказывал вам какая вы прекрасная замечательная вообще просто таких людей больше не существует вот она все это говорил вы естественно привыкаете опять же тут еще что важно если пускай для примера женщина как жертва нарцисса имеет определенные невротические особенности у нее скажем не было отношений какое-то время есть сложно сближаться с людьми есть сложно строить отношения тут появляется такой нарцисс нарцисс обычно харизматичные яркие такие с яркими перьями пестрыми вот вот он такой вот и плюс он начинает же прям заливать этими лав бомбингом она попадает на благодарную благодатную почву как вода на сухую плодородную почву попадает женщина как бы к этому делу как бы привыкает тут происходит сцепка потому что мне это так было нужно и вот она этого я много получаю и вот в какой-то момент артист понимает что я вот только столько 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 много говорю ей как она для меня важна но я же нарциссизма никуда не девается мне необходимо подкрепление того что я вообще ваш что кто-то за меня что меня кто-то ценит и в такой ситуации когда вы например выходите с ним в контакт пишите ему или звоните он говорит а может вести себя так что отчеты пишешь ну может с тобой в пятницу виделись да давай до следующей пятницы там я сейчас работаю меня работа почему ведь ну то есть начинается такое-то обесценивание ты думаешь что весь мир должен вокруг тебя крутиться у жертв возникает мысль ты вчера мне говорил что я там послан на тебя судьбой богом и так далее а сейчас такое поведение как бы жертве жертве непонятно в чем дело то есть инерция как бы ведет в другую ситуацию инерция ведет к ожиданию что со мной будут сегодня обращаться также как обращались вчера позавчера месяц до этого но такого не происходит и в таком ситуации что что делать жертва жертва начинает ну как бы стараться искать контакта с нарциссом что нарцисс воспринимает как подтверждение своей значимости потому что раз она так не пишет раз она так вот ну я как бы так ее как бы веду себя с ней не очень вежливая немножко холодная обесценивающая а она тем не менее хочет со мной общаться то значит что я не просто важен я критически ваш и вот в этом месте конечно ну тут возможно такой развилка в этих отношениях если эта женщина ну просто вот как-то вот бывает мы там познакомим и знакомимся с людьми и вот женщина познакомилась с человеком который есть нарциссические особенности ты видишь что он начинает себя как-то вести ты думаешь странный ну ладно моя жизнь не крутится вокруг него пожалуйста если ты ты вчера ты хотел общаться сегодня не хочешь общаться ну как бы пойду себе дальше в таком ситуации просто люди ну расходятся нарцисс не получает тот самый важный нарциссический ресурс который на который он ожидал он ну вот выкладывался вкладывался в этом лоббомбинге то есть он идеализировал идеализировал а потом когда он надо проверить об меня вот так вот меня считают таким самым важным самым лучшим самым распрекрасным не чувствует не чувствует значит тогда ну как будем печаль горе надо искать другого человека но бывает так что если женщина имела определенные невертические какие-то особенности и она уже зацепилась опять же помним что искать весь этот вот павлиний чос оказался так сказать хостолка так ко двору у этой женщины к месту вакантное получилось вот поведение соответственно она уже прицепилась потому что ну до этого вот я долго была без отношений тут вроде как какие-то отношения я чувствую на этой по сути как гормональная привязка связана с тем что у меня кто-то ценит мне кто-то говорит такие вещи а она все же говорит это он же реализирует а потому что не потому что он хитрый брачный аферист а потому что он в этом мире я объяснял как работает идеализация он верит что этот человек такой же как этот человек является как это особо дням человек является обособлением олицетворением моего образа идеальной женщины я смотрю на нее а говорю себе ей вот своему этому образу несуществующему прекраснейшему наилучшему какому-то эталону вот и женщина слушает это как серьезные какие-то вещи она же думает что так не все обращено если эти вещи вещи если она вот на этот на этот цепляется то потом конечно же да нарцисс начинает вот это вот обесценивать она куда деваться давай ну ладно я давай исправлюсь может я как-то себя не так веду может я тебя провоцирую может чем-то чем больше женщина как-то вот так себя ведет в таком так сказать как сказал бы классик обратившись в опросительный знак тем в недоумении тем нарцисс больше собственно получает того что вот я так ее как бы ну как бы отбрасываю так вот и как-то не не внимательно отвечаю а она тем не менее все живут еще ценой контакт значит язву значим плюс тут может быть такая штука что поскольку нарцисс все-таки это же не так что знаете нарцисс такой прям человек желающий всем тотального зла это просто нестабильный человек которому в какой-то момент тоже захотелось получить какого-то вот этого значимости и ну по сути любви извне и он получает тем способом который может получать он старается вести себя как плохо плохо гонять гонять из-за мной как старуха шипоклях вот он получил этого и опять немножко возвращается на стадию идеализации и получается может быть такая штука что он чуть-чуть по обесценивал потом опять логом это идеализирует по обесценивал опять идеализирует в такой ситуации вообще вот это вот сцепка нарцисса и невротички ну то есть мужчины скажем с нарциссическими чертами женщины с невротическими чертами она может так зацепиться, что они там будут, что это будет такая древнегереческая трагедия просто происходить. Водевиль. Вот это такое бывает. То есть только он меня начал как бы от... Ну, он получает от меня ресурс тем, что я за ним как бы, ну, гоняюсь, потому что, ну, куда он делся? И меня это как бы остужает, но я же пока за ним гоняюсь, его подогрело, и теперь он не возвращает опять, что да нет, все-таки извини, я был неправ. Я был неправ. Ну, реально Водевиль. Оперетто. Ты самый лучший. Ты послана мне вон. Говорит этот человек, ну, я так дурака, блядь. Человек говорит искренне. Человек говорит, ну, вообще он в это верит. Это актер, который в стопроцентное воплощение, ни один актер как не воплощается. Естественно, ну, опять же, если женщина, если эта женщина, которая видит, что происходит какая-то вообще хрень, и она понимает, что он какой-то вообще, ну, как бы не уже неадекватный, переменит, но еще и меняется. То есть мало того, что он сначала сиропа этого было много, потом он себя ведет как-то неадекватно холодно, а теперь я замечаю, что он какой-то ну, неабевилетный такой, переменчивый. Она думает, ну, какой-то, не знаю, до свидания, в общем, я не знаю, зачем, не буду с ним, не буду близко его принимать к что с ним дела вообще вести. Но если, опять же, это вот ложится на свои невротические какая-то вот сложность по сравнению отношений, на какие-то вот, ну, прицепилось много, много было вот этих вот эмоций важных. Ну, жизнь у меня, скажем, у меня жизнь, я работаю, достигаю, у меня все хорошо в жизни, но скучно. А тут такого, как бы, с нарциссом вообще не скучно. Прям, ну, вот вид же, помню же. Вот. И в такой ситуации получится, что может какое-то время вот эта вот идеализация обесценивания еще, как бы, знаете, немножко назад откатывать до идеализации, лобомин, и потом опять обесценивать. Но вот в какой-то момент, понимаете, тут же как, почему это не может длиться, ну, очень бесконечно даже для нарцисса, потому что каждый раз, когда он женщину обесценивает и начинает с ней вести себя, ну, как бы, типа, что ты хочешь, ну, как бы, может быть, немножко он оскорбляет в такой ситуации. То есть он, когда так себя ведет, из-за того, что женщина не ожидает этого, ведет себя так же, как если бы он все еще ее идеализировал, он получает от нее ресурс, но он ее же обесценивает, в том числе и в своих глазах. Это то же самое, как с предыдущей стадией идеализации, где нарцисс, он не пытается как бы, знаете, как многие думают, что нарциссы это такие хитрые жуки, которые вот он, ну, какой-то человек, который начитался где-то книги, там, типа, как вести себя как нарцисс, типа, там, книги по пикапу, и вот это вот дурит людей на голубом глазу, а сам понимает все. Он ничего не понимает. Это, это как особенности вот этой вот нестабильности, тревожности, хрупкости, ранимости, незрелости внутренней, понимаете? Вот. И, соответственно, когда он обесценивает, ну, женщину, если мы берем пример, где мужчина нарцисса, женщина это жертва нарцисса, то в конце концов, даже когда он ее обесценивает, а она, тем не менее, все-таки ему там звонит как-то или отвечает, при том, что женщина что же, когда такое поведение, она же, ну, ты как бы, ну, как правило, ты уже начинаешь немножко холоднее к другому человеку относиться. То есть мало того, что она меньше дает тебе вот этого ресурса, потому что она не так, не такой отклик, как в самом начале, когда это было для нее неожиданно, так еще и она для меня не так важна. Ну, подумаешь, для нее важен контакт со мной, больше, чем я показываю, чем мне нужен с ней, ну, она в принципе мне уже не очень важна, я-то ее уже как бы пообесценил в своих глазах. И в такой ситуации наступает третья стадия отношений с нарциссом, стадия denial или отказ, и еще вы можете встретить в нашей, в русскоязычном описании, стадия утилизации. Мне кажется, что стадия утилизации это слишком драматичная, слово вообще, вообще тема нарциссизма очень как бы очень истеричко-центрична эта тема, то есть вот около темы обсуждения нарциссов есть очень много и много людей с истерическими радикалами, скажем так. Поэтому вот очень часто вы можете видеть, что ну как бы как о нарциссии как рассказывают, это такая прям интересная, ну, может быть, мало информации, но много эмоций. Так вот, ну в общем, это не нравится мне слово утилизация, какое-то оно не гуманистичное, зачем я все-таки врач, и у меня как бы, мне кажется, что разборы, любая классификация должна быть какая-то, ну все-таки, не дегуманизирующая. Тем более, что опять же, я всегда в своих видео говорю, что нарцисс это не уголовное, как бы там, это не преступник такой, это, ну расстройство, причем даже это не всегда расстройство личности, это может быть особенности личности, особенности, не клиническая патология и особенности, по сути, не расстроенной личности. Вот в чем, вот в чем весь казус, что мы сейчас живем в таком, в таком обществе, где очень много есть таких расстройств, которые в принципе не заходят на, они парциальные, парциальные значит частичные. Вот человек, у него фирма, он ответственный директор своей фирмы, он ответственный контрагент для других там фирм каких-то, он скажем там в роторе клуб ходит, благодетельностью занимается, благотворительностью занимается, там что-то, то есть по всем вопросам это взрослый, успешный, такой твердый, надежный человек, кроме отношений с близким. Понимаете? Вот это вот, что такое парциальность. И это же совершенно не та ситуация, когда это какой-то психопат, который тотально психопат, или там, ну если дальше говорить, психотик, вот человек там, скажем, у него биполярное расстройство, там или шизофрения, или шизофренического, кого-то что-то, там прям человек, он, так сказать, во все поля. А здесь вот такое-то новое изолирование. Ну в общем, значит, когда нарцисс, вот уже это и в ходе обесценивания, он дообесценивался, ну мы берем такую классическую, все-таки эпидемиология нам говорит, что людей с нарциссическим расстройством личности, ну и будем так говорить, что, наверное, с нарциссическими чертами мужчины чаще встречаются. У женщин чаще истерические расстройства личности и черты, у мужчин нарциссические. Если говорить о нарциссизме, как о эмоциональной незрелости, здесь, конечно, в целом она, это часто встречается вообще у людей. Но вот если говорить о такой классическом разбираемом примере, когда мужчина нарцисс, а женщина, его женщина, это его жертва, то в такой ситуации, когда вот он уже ее дообесценивался, он происходит вот это вот, ну утилизация, не нравится мне это слово, или отказ. Отказ такое слово более сухое, но оно более, мне кажется, более правильное. То есть он посылает какой-то сигнал, типа уходи, не хочу больше с тобой вообще общаться, ты, да, может быть, какое-то обвинение, бессмысленно надуманное, что ты не хорошая женщина, ты не смогла быть такой женщиной, которой, как мама моя, мне сказала, что должна быть женщина, в чем-то ты не то, ты плохая мать, плохая там что-то там любовница, что-то вот ты, все, общаться с тобой больше не хочу. Опять же, если эта женщина не имеет невротической какой-то вот составляющей, и она дошла до этого момента, и когда мужчина ей говорит, что я не хочу с тобой общаться, и он еще этот говорит, как тут, смотрите, идея в том, что он не говорит это как, ну, мы по-хорошему с тобой расстанемся. Он говорит это так, чтобы ты ее еще раз уколола, унизила, чтобы он, ну, как бы в последний раз хотя бы получил этот, последний такой глоток вот этого анастетического ресурса. Это как, знаете, выдавить тюбик. Ты его так выдавливаешь, в последний раз зубы почистить, когда уже этот тюбик, он потом уже и формы никакой не имеет. Вот мне надо так отказать, так вот тебя как бы столкнуть в пучину отчаяния, чтобы я почувствовал, что от твоих отчаянных криков, я почувствовал, насколько хоть все уже прошло, но насколько ты жалеешь о том, что все-таки что-то не получилось. Опять же, такое драматично. Вот. Если женщина не имеет, опять же, нефрических особенностей, то как она на это реагирует так, ну, не хочешь общаться, ну, и до свидания уже. Но если это длительные отношения, когда женщина, знаете, есть еще женщина, которая с одним нарциссом была в отношениях, с другим, с третьим, и вот каждый раз все, вот постоянно цепляюсь, потом не могу вот это вот все пережить, все мне сложно, и вот сложно как бы, ну, строить границы уже в существующих отношениях. И если вот она получает вот такой вот, ну, в общем, я тебя не хочу, отказ, отвержение, естественно, женщина, это любой человек, ну, там, женщина впадает, попадает, вернее, в травму отвержения, наша такая универсальная травма из детства. И тут какая происходит штука, что в отношениях в любых, вот есть два человека, один человек в отношениях, для него больше важны эти отношения, а значит, второй человек в этих отношениях более важен, он более, ну, как бы, руководит, что ли. У нас есть такое вот убеждение, что если я, например, начинаю тебе говорить, слушай, давай с тобой встретимся, то это означает, что мне нужны, больше нужны эти отношения, значит, это означает, что второй человек более ценен, понимаете? Если я, например, наоборот говорю тебе, знаешь что, я не хочу тебя больше видеть, то таким образом я повышаю свою ценность, потому что я-то не хочу тебя видеть, А ты как бы, ну, можешь тоже повторить, что ты тоже не хочешь меня увидеть. Но если ты не повторишь, понимаете, если я говорю, что я тебя отвергаю, то поскольку я тебя отвергаю, а не ты меня, то я более ценный. То есть нарцисс отвергает, утилизирует, отказывается от женщины. Если она, скажем, еще болезненно это переживает, она пытается еще вернуться, повышает этим, добавляет нарциссического ресурса нарциссу, но он-то уже не находится в стадии обесценивания, когда он может продолжать пользоваться. Он уже, так сказать, отказывается, отвергает еще раз более, более, как правильно сказать, более однозначно. И, соответственно, если женщина, опять же, еще больнее, то он, ну, может, конечно, там какие-то быть смешанные чувства, что ему уже, понятно, что ему это неприятно все, и там могут быть и в стыд, он может скатываться, и вину. Но, в общем, вот на этом отношения заканчиваются. Три стадии, ну, эфир называется 3 плюс 1. Четвертая стадия – это спустя какое-то время, ну, обычно там месяцы, полгода, год, когда нарцисс вступает в отношения с другими людьми, потому что ему нужно, чтобы кто-то, ему постоянно вокруг него должны быть люди, которые ему говорят, какой он классный. Он им говорит, какие они классные, они к нему, значит, одни прицепляются, другие не прицепляются. Те, которые прицепляются, он начинает потом их вот это вот, ну, там, иди сюда, иди отсюда, иди сюда, иди отсюда, чтобы другой человек показывал, что, ай, как ты себя ведешь, какой ты непонятный, но при этом важный, и нарцисс получает этот вот нарциссический ресурс, в конце концов, все отношения так или иначе заканчиваются. Хотя, вообще, вот, женщины, ну, если это мужчина с нарциссическими чертами, и пускай это такие вот не глубокие, ну, нарциссические черты не туда, в сторону нарциссического расстройства личности, а такие вот, как бы, черты, мазки, и вот рядом с ним есть женщина с невротическими какими-то, пускай еще истерическими конкретно чертами, то у них могут быть достаточно долгие отношения. Вот они такие драматичные, значит, вот, предположим, они, скажем, такая классическая вот картина, представьте себе просто, какой-то провинциальный театр, прима-актриса и режиссер. Режиссер, значит, нарцисс, он приходит, вы, бездарные твари, вы опять там опошлили мою там какую-то, ну, что я там, мою постановку, такую пьесу там, или еще что-то. А актриса, она, там, вот, наш режиссер, там, вот, я. Ну, в общем, то есть, где-то это, вот, если вы себе это представите, есть несколько, я забыл, про произведение литературное есть, там очень хорошо это описано. Если себе это представить, то вот можно себе примерно представлять, как это может быть в реальности, ну, то есть, без художественного, как бы, приукрашивания, ну, вот, как это может быть. Так вот, но, как правило, все-таки, долго женщина не может находиться рядом с нарциссом, потому что, собственно, вот эти три стадии приходят к тому, что он должен от нее потом отказаться. Он сам выходит из этих отношений. Он в отношениях, он у нас, у людей с условно здоровой психикой, с зрелыми взрослыми отношениями, да, мы стараемся построить такие отношения, которые должны самостабилизироваться за счет того, что мы хотим счастья. Счастье, оно не то, что универсальное, но оно очень понятно. То есть, у людей в разных культурах, в разных времена, в разного возраста, все-таки понятия счастья, основные человеческие ценности, они универсальны. Если два человека преодолевают все универсические какие-то препоны, то вот они формируются в отношениях, где постоянно работают в этих отношениях, но у них какое-то есть общее счастье. А у нарцисса получается, что ему нужен другой человек, чтобы его как бы вот взять, как енот полоску, он сахар выполаскивает, вот просто вот его, не человека, отношения идти, чтобы их закончить, начинать новые отношения. И вот когда он, ну опять же, поскольку нарцисс, ты же, как правило, это человек, который живет все-таки в каком-то реальном мире, а мы в реальном мире же не имеем возможности, ну прям, можно, конечно, там в большом городе жить и на сайте знакомств постоянно знакомиться, но, как правило, ты в какой-то момент ты как бы уже исчерпываешь какой-то вот возможный ресурс в других людях. И в таком случае бывает так, что нарцисс начинает вспоминать, а как там моя вот та вот, которая полгода назад, я ее, так сказать, провел с ней вот эту вот идеализацию обесценивания и отказ. И в таком случае может быть четвертая стадия пингования. Опять же, если женщина там, ну женщина, иногда бывает, что это мужчина и женщина, наоборот, в смысле или там, ну если, короче, жертва, если жертва не пережила эти отношения, все еще вспоминает, как оно было, плюс все плохое забылось, все хорошее какое-то, особенно все связанное с привязанностью вот этой вот такой немножко болезненной, оно остается, то, естественно, этот пинг приводит к тому, что это фаза пингового, то есть он появляется, нарцисс, и поехали, привет опять, лавбомбинг, он начинает идеализацию, она вспоминает, как это было тогда-то, я так это ждала, сейчас я опять это получаю, и потом все идет по следующему кругу. Если, скажем, это, ну она как-то пережила и поняла, что это все шляпа, то, естественно, пингование это приводит к тому, что до свидания, не звони мне больше, ну или там, скажем, какое-то время и названивает, названивает, она отказывает, отказывает, ну и вот. Четвертая стадия такая, это стадия как бы такой пост, постфактум такой, постконтакт. Итак, вот в основном, что я хотел сказать теоретически, теперь я секундочку постараюсь ответить на комментарии. Уж не знаю, насколько у меня получится, потому что мы сегодня и в Инстаграме, и в Ютубе, и в Инстаграме мне надо вот как-то увеличить. Сейчас смотрим, смотрим. Так, вот там что-то, видимо, присоединялись, присоединялись. Шлифт немножко в Инстаграме, либо я, а вот нет, есть какой-то комментарий, сейчас я попытаюсь прочесть. Так все и было, полное, так все и было, пишут в Инстаграме. После любва бомбинга пропал, было больно, так привязалось. Так, ну понятно, ну в общем, согласны. И пока больше комментариев нет. Если, я в Инстаграме, в общем, насчет Инстаграма, я потом настрою немножко по-другому шрифту, у меня так получается, что буквы друг на друга навешиваются. я вижу в основном сообщение о том, что человек присоединился, вижу сообщение, что слышно, но вот из комментариев один только. Так, смотрим YouTube теперь, что у нас тут. Так, значит, здесь у нас уже происходит диалог, как часто бывает, где одни подписчики друг с другим подписчиком что-то, ну, отвечают. Я сейчас смотрю, Евгений, спасибо, очень понятно, рассказывайте, пожалуйста. Да, это, кстати, спасибо, что, что, ну, обратно-забратную связь. Так, так, как вам, как вам отправлять донаты? Ссылка, помощь на карту, да, к сожалению, не работает сейчас. Помощь на карту, я, наверное, надо будет составить, собственно, номер карты. Да, там не работает, это вот, донат. Так, я перенастрою. Так, нет, утилизация, это именно то слово, кто приезжал, тот поймет, вот пишет Юлия. Он просто берет и выбрасывает тебя так, словно ты мусор какой-то и вообще кто-то такая, собственно, хотя вчера все было хорошо. Да, понятно, что, ну, смотрите, утилизация, слово, которое по своей образности, по своей экспрессии, да, или импрессии, там, оно подходит, но мне не нравится это слово, потому что оно предполагает, ну, оно не гуманистично, это слово, не может один человек утилизировать другого. Поэтому же я и говорю, что я все-таки это слово использую, я говорю, что вот с точки зрения, когда ты первое лицо, по отношению к которому, который ты переживаешь, ты это воспринимаешь как утилизацию, но я бы хотел все-таки, понимаете, если мы будем применять слово утилизация, которое само по себе очень эмоционально, мы будем о людях с нарцетическими особенностями говорить, как о таких нечеловеческих животных и злодеях, то мы потеряем всю конву отношений. То есть, во-первых, тогда возникает вопрос, что тогда с животным вообще что делаешь, выйди из зоопарка, выйди в мир. Понимаете, тогда это немножко еще как бы не совсем понятно, что же тогда происходит с жертвой человека. То есть, мне слово жертва не очень нравится. Поэтому я стараюсь показать, что это такой вот процесс, который имеет свою механику, имеет свою логику, чтобы в том числе человек, который оказывается в такой ситуации, ну как вот напротив нарцисса, чтобы он понимал, что он может в этой ситуации изменить, что он может изменить с тем человеком, с нарциссом, что он не может изменить, что он может изменить с собой. Понимаете, вот когда мы говорим об идеализации, я объясняю, почему, про образ идеального партнера, об обесценивании и вот это переходе с обесценивания на идеализацию обратно и об отказе, чтобы вы понимали. Потом опять же, отказ, утилизация, вот когда ты жертва, Опять же, это немножко разгоняет жертвенность. То есть, часто люди, которые пережили анастетический абьюз, отношения с нарциссом, они в этом застроят и живут как будто в таком своем, типа, знаете, вьетнамский синдром, афганский синдром, синдром посткомбатанта. То есть, отношения уже закончились, а ты живешь в этой непережитой травме, и мало того, что ты не можешь построить новые отношения, естественно, потому что ты во всех видишь этих нарциссов. Мало того, что ты не можешь жить спокойную жизнь, потому что ты отвергнута, скажем так, оскорблена и не отмщена, так ты еще ищешь кого-то, то есть ты неспокойна, ищешь кого-то, кому отомстить. Отомстить нужно только тому, которого уже нет, соответственно, любому, кому ты бы не отомстила, ты, значит, перед ним будешь виновата, потому что вместе ты когда-то возвращаешь агрессию, а не когда-то даешь ее кому-то другому. Поэтому, знаете, слова имеют значение. Начинается все с того, что, да, утилизация хорошо звучит, и заканчивается все с того, что тем, что очень сложно по сути отношения, например, женщине с мужчиной, потому что любой мужчина воспринимается, как происходит дегуманизация. Так, я пытаюсь вопросы смотреть. У меня муж, грандиозный нарцисс, 68 лет, 45 лет в браке, гоню его всю жизнь, не уходит, имел гарем, но все его кинули. Теперь со мной измучил всю, качали в отношениях, как погода, как погода, сидим, хороший зав. Прервалось сообщение. Ну, сейчас я пытаюсь смотреть, если здесь вопросы какие-нибудь. Была одна в период невроза, после двух лет, второго года жизни, наверное, стерлись, как говорится, стерлись об адекватном восприятии мира. Можно забыть. Может ли быть нарцисс с психологом, скрывая это от всех, эксперт в этом? Так. Была одна в период невроза, после двух лет жизни. Значит, вопрос от мужчины. Второго года жизни стерлись, как говорится, об адекватном восприятии мира можно забыть. Короче, в общем, может ли быть нарцисс с психологом? Ну, это такой вопрос, человек с любым, по сути, расстройством может быть любым, заниматься любым делом. Просто насколько это будет эффективно. Карл Юнг имел парапсихотический опыт. Парапсихотический опыт – это такой термин, который используется только в… Я встречал только относительно Юнга. То есть у него есть препсихотический опыт. Это когда ты… Психоз не развивается, но у тебя есть вот эта вот какая-то подозрительность, такая паранойная настроенность. А парапсихотический – это когда у тебя как бы и не психоз, но что-то около. Пара значит около. Вот он имел такую. Вот Кандинский врач, он, значит, заболел… Интересный опыт был. Опять же, я не хочу сказать, что все психиатры сумасшедшие. Нет. Это исключение, очень яркие исключения. Вот Кандинский заболел, по-моему, психозом, таки шизофренией. Потом ее купировали ему. Он сам очень много сделал для того, чтобы оттуда выбраться. Написал по этому поводу книгу. То есть, по сути, он заболел шизофренией, вылечил себя сам. Ну, не совсем сам, но он участвовал в этом, поскольку он был психиатром, уже будучи студентом, интерном, будучи молодым психиатром. У него развился психоз. Его учителя, получается, его как-то подлечили. Он, соответственно, в плане реабилитации очень много, что сам для себя сделал. Сам себя тоже, получается, приложил к этому руку. Вот это вот очень необычный и такой казуистический случай. Написал по этому поводу книгу по психиатрии, но с описанием своего опыта. Правда, потом он через какое-то время покончил жизнь самоубийством. Так что, как бы, такое. Но вот такой опыт был. То есть, в какой-то же момент он же лечил людей, когда у него не было, когда он еще не заболел, или он вылечился и уже не был больным. Поэтому тут такое. Психолог, ну, психолог вообще как бы туда, в entry, в ход. Сейчас психологом люди вообще без образования могут быть. Ну, то есть, в смысле, может быть какое-то высшее образование такое заочное, второе после, там, первого бухгалтерского, например. Ну, вот. Поэтому. Ну, есть, есть хорошие психологи, есть психологи, которые вот прям такие с базой, но есть, в общем, разные сейчас люди. Это сейчас крах экспертности. Очень много, очень много специалистов в разных областях. Это касается не только психологии, психологии в том числе. Так. Значит, смотрите, я буду читать сообщения. Я раньше об этом говорил, но сейчас еще раз повторяю, чтобы вы понимали. Если я что-то говорю, вот я ранее говорил что-то в своей лекционной части, и вы где-то взяли и решили написать какой-то комментарий, типа, да-да, я вот согласна, точно так и было. У него так и было. Когда я прочисту этот комментарий ваш, я, естественно, буду не понимать, к чему вы его написали. Поэтому, если вы хотите, чтобы я отвечал на ваши, комментировал ваши комментарии или отвечал на ваши вопросы в комментариях, то пишите их так, чтобы они имели ну, как бы, начало и конец. И плюс вы еще замечаете, например, вот в Ютубе, в Инстаграме, сейчас я смотрю, в Инстаграме тоже сейчас появились, сейчас постараюсь почитать. Ой, в Инстаграме много, много пишут, а я, к сожалению, тут буквы не такого размера. То есть старайтесь писать так, чтобы вопрос был понятен, даже если я его читаю немножко позже, когда я добираюсь до вашего сообщения. Так. Писать, закинчить на поддибных виднасона, прошло 6 строков, и в Индусе свои браницы постейно сгаду и переднюю чему и акция пояснитель. Дякую. Ну, вы немножко так написали в третьем лице, то есть прошло 6 лет этих сообщений, и он своей избраннице до сих пор говорит, а вы кто? То есть, вы откуда знаете, что второй человек говорит третьему человеку? Если вы про себя написали, что он мне до сих пор это напоминает, тогда как бы было бы чуть более понятно. Так оно, всегда, когда ты говоришь про, то есть я сейчас комментирую вам третьего, четвертого человека, это так, это вообще непрофессионально и так не сработает. Но, в принципе, бывает так, что, понимаете, не все же люди, которые так себя ведут, вообще-то нарциссы. То есть человек может, например, был какой-то конфликт мужчины с женщиной, после чего он эту женщину не может забыть и вспоминает о ней. Конфликт же бывает не всегда, потому что у человека есть эмоциональная незрелость какая-то частичная, потому что, предположим, люди, скажем, просто не сошлись, но при этом они разошлись плохо. У нас же, понимаете, у нас в культуре еще, это связано с нашими, с христианским базисом, у нас в культуре не принято расходиться по-хорошему. Даже не с христианским, ну, как бы, смотрите, в христианстве нету разводов. Вот в исламе есть разводы, в индуизме есть разводы. Нам на кафедре так и говорили, что в культурах таких исламских и околоисламских с исламским базисом там люди легче переживают развод, потому что развод там в Коране вроде как-то описано в какой ситуации, как это вообще устроено. В нашей культуре, которая основывается на христианстве, ну, предполагается, что, как в сказке, знаете, они женились, жили долго, счастливо, умерли в один день. То есть, только смерть разлучит их. А если они расходятся, то это, как это, ну, не предписано. Поэтому часто бывает так, что, ну, люди расходятся так, как будто бы, знаете, вырвать этого человека из своей головы, то есть, как будто бы его нужно удалить. То есть, понимаете, если я вдова, ну, такая, не настоящая, но вот если я его как бы для себя убила и больше никогда о нем думать не буду, то тогда я как бы вдова. А если я с ним разошлась и по улицам хожу и продолжаю встречаться, привет, бывший мой, то бывший, как бы, это что? Что это за статус? У нас это, ну, как бы не... Ну, представьте себе, 200 лет назад там люди жили в каком-то селе, вот там церковь деревянная, поля, там избы, я не знаю, что там еще, прицеркованная приходская школа, утром просыпаются все, идут там коровы, там эти курицы, там пашут поля, вечером приходят, значит, в воскресенье, значит, выходной в церковь. И вот в такой ситуации мужчина-женщина, они встретились, начинают рожать, детская смертность, надо родить 12 детей, чтобы 8 из них выжило, за это время к какому-то разводе вообще идет речь. Женщина, дай бог, чтобы она там не умерла во время этих родов всех, или от какой-то тифа, от сипилиса раньше, от всех этих эпидемий, от голода, от чего угодно. Поэтому идея развода, она как бы у нас, понятие, она на таком высоком уровне культуральном, ну, на уровне предписания христианского как бы не предлорасполагается. И в принципе, раньше, ну, как-то не до того была. Жизнь такая была, чтобы люди не... Там, или, скажем, в советские времена, например, выдавали квартиру молодым студентам, которые как-то там женились, детей себе на... ненужных им детей сделали, но дети нужны, чтобы получить формальную квартиру. Им выдали квартиру где-нибудь в советской новостройке, и все, и куда денешься? Да, ты можешь заработать на новую квартиру, нет, тебе вот выдали, потому что ты такой хороший, и все, больше тебе никто выдавать ничего не будет. И люди жили, как бы там были все эти любовницы, любовники, это же советское понятие. Любовница, любовник как... Ну, вообще, любовница, любовник это человек, с которым у тебя любовные отношения. Но в нашем понимании в постсоветском это как бы такой запрещенный, связанный с изменой, постоянный... То есть, свидетель твоей перманентной измены твоему основному партнеру, с которым ты находишься. Почему? Потому что на заводе не знали, что ты взял и развелся. Или развелся. Ну, ладно, короче, ладно. Так, смотрим еще. Я сразу хочу сказать, что, наверное, к сожалению... Может ли нарцисс манипулировать тем, что жалуется на свои проблемы? Да, может. Ну, вообще, любой человек может манипулировать тем, что он... Тут как... манипуляция это всегда... Это такой тендер. Это сцепка двух убеждений. Например, если ты внимательная женщина, если... Или там... Если ты хорошая дочь, если ты... Если ты мама меня любишь, ну, вот что угодно, то выслушай мои проблемы. Если другой человек тебе говорит, что я не хочу слушать твои проблемы, то манипуляция может заключать в том, что, а, ну, хорошо, конечно. Ты можешь не слушать мои проблемы, тогда я обижусь, тогда как бы послание такое, что ты плохой... Ну, там кто? Плохая жена, плохой муж, плохая мать, плохой сын, плохой кто-то еще. Вот. Поэтому манипуляции работают с близкими людьми. Если тебе незнакомый человек начнет говорить, что он что-то там начинает тебе рассказывать, ты говоришь, я не хочу тебя слушать, а он тебе скажет, а, ну, хорошо, тогда я обижусь. Ты ему скажешь, до свидания, вот я тебя слушать не хочу, а ты обидишься, как бы еще и дальше. Иди, то есть, это, ну, у меня не работает вот эта связка. То есть, ну, обиделся, не хоть, не хочет, ну, так мне и легче, меньше будешь, значит, разговаривать. А когда близкие люди, то да, поэтому нарцисс может манипулировать ситуацией, если есть вот эта связка. Нарциссы невердическая. Так. Термин пришла из книги Тани Танк. вот Таня Танк такого уровня, то есть, это какой-то журналистский термин, тире какой-то такой, вот, желтопресный, то есть, оно, ну, поверьте, в общем, его можно использовать, если вы хотите, для, для отвода души, но, он, ну, вот он не, в общем, я уже говорил про эту утилизацию. Так. Проблема, что женщина с нарциссом, у нее занижена самооценка, и она не видит, а, это не вопрос, это утверждение. Добрый вечер, Евгений расстались больше месяца назад, я хотела нормально поговорить, но он утром, он устроил очередной игнор. В итоге, заблокировала и удурила везде, пока тишина, может ли он появиться еще? Ну, смотрите, вот это очень интересная штука. Если вы его заблокировали, и вы приняли решение, свое, свое, ваше решение, что вы с ним не общаетесь, какая вам разница, появится он или не появится? Ну, вот как, я не знаю, я не хочу разговаривать с другим человеком, а он хочет со мной разговаривать. Для того, чтобы было общение, нужно желание двоих. Если вы переживаете, что случится ли ваше общение, если вы его не хотите точно, и переживаете, хочет ли он его, значит, у вас не простроены границы, у вас дверь не закрыта, вы дверь так прикрыли, но щелочка осталась, и вы надеетесь, что, помните, вот были фильмы, в этих фильмах были номера гостиничные, смежные, где был дверной прием и две двери с двух сторон. Если, например, сдают разным двум жильцам, то каждый жильец закрывает со своей стороны эту дверь. прием один, а двери две. А если это, скажем, какая-то семья, то они дверь открывают. Ну, и там несколько фильмов было, когда там молодой человек и девушка, молодой человек открывает дверь свою, а там он дверь открыл, а там следующая дверь. Он стучит. Алло, мадемуазель, и там открывает дверь. Они, в общем, говорят, если вы, получается, интересуетесь, может ли он возникнуть в вашем общении, при том, что вы с ним решили не общаться, это то же самое, что вы сказали ему, закрой дверь со своей стороны, а свою не закрыли. Если вы свою дверь закройте, вам по барабану он с той стороны закрылся эту дверь, открыл ее, или что. У вас есть своя еще дверь, понимаете? Это вопрос границ. Так часто бывает. Вот он нарцисс, надо попытаться в нем покопаться, понять, проанализировать, будет ли он склонен к тому, чтобы искать со мной еще общение. Ну, если вы, это же очень сложная ситуация, сложная работа, брать и пытаться другого человека анализировать. Вы же очень много тратите своего ресурса. Ну, то есть, она сидит себе, ну, как бы, прыщить мозг, думать, как бы он бы, ты находишься в проекциях, как бы я на его месте поступила? Ну, наверное, сейчас бы я бы с ним не общался, а потом, возможно, он появится. И вы не занимаетесь своей жизнью, вы не занимаетесь своим планированием, вы занимаетесь какой-то разведкой другого человека. Если вы его заблокировали, он через блокировку не пролезет, он же не будет там, не знаю, взламывать там, я не знаю, ватсап, или еще чего-то. А если появится еще, ну, если вы, будет у вас такое решение с ним общаться, будете общаться. Если не будет общения, не будете с ним общаться. Если вы переживаете, например, сейчас вы приняли решение не общаться, но вы сомневаетесь в себе, поскольку у вас есть эмоциональные качели, ну, да, это другой вопрос. Добро пожаловать на психотерапию или с этим можно как-то поработать. Вот. Но опять же, это вопрос в вас, а не в нем. Пытаться понять, захочет ли он общаться или нет, это неправильная постановка вопроса. А попытки неблагодарные. Я все называю. Пытаться разобраться в другом человеке, в его мотивах, когда он, у вас нету с ним взаимопонимания и открытости в отношениях, это неблагодарная работа. Потому что, вот я, чтобы вам объяснить, что я по этому поводу думаю, очень сильно стараюсь подбирать слова и говорить. А вы сидите наверняка еще и слушайте достаточно внимательно, чтобы понять, о чем я говорю. Понимаете, вот происходит работа с двух сторон. Два мозга управляют двумя организмами, чтобы мы друг друга, чтобы я перенес вам то, что у меня в голове. А вам это поскольку нужно, только по этому причине вы это получаете. А если, предположим, вам это не нужно, или, ну, если наоборот, сложно себе представить, но представим, что сидит человек, который просто спит, скажем, или не понимает, или вообще это не важно, он непонятно, какой целью смотрит, проверяет, как монитор работает, компьютерщик какой-то. И он слушает, что я ему говорю. И он слушает такое, как бы, ну, вот, поэтому не пытайтесь заниматься теми вещами, которые, ну, как бы, неблагодарны работают. Здравствуйте, я заметил, лан-нарцисс, когда делает, когда делает, что хорошее для меня, наверное, что-то хорошее, после он ведет, как будто он сделал что-то плохое, замыкается, какие чувства он испытывает. Немножко непонятно, вы написали, ну, типа, если он делает что-то хорошее для вас, опять же, хорошее с его стороны, с вашей стороны, кто это оценивает, а ведет себя, как будто сделал что-то плохое, ну, это похоже на то, когда, возможно, ну, опять же, может, он не нарцисс вообще, предположим, что просто человек делает кому-то что-то приятное, а потом сам испытывает, испытывает такое смущение и стыд, которое свойственно обычно нам, когда мы делаем другому человеку что-то плохое. В таком случае может быть так, что для такого человека непереносима эмоция теплоты и благодарности. То есть, в моем предыдущем опыте, когда я делал кому-то что-то хорошее или мне делалось что-то хорошее, за этим потом наступала обман или со все хорошее нужно было расплачиваться. Если я другому человеку говорю что-то приятное, предположим, у меня есть такая мысль, он тут же будет понимать, что значит, он не становится должен в этот момент, потому что я так думаю. Знаете, у многих же людей есть такая штука, я не буду принимать у этого человека какую-то помощь, потому что он будет, потом я буду, окажусь должна или буду должен. Если я так про себя думаю, я могу думать про другого человека. Если я для него делаю что-то хорошее, он будет себя ожидать, что значит, он теперь мне что-то должен, а я с него этот долг должен как бы спрашивать, а мне это не нужно и получится, что мы с ним в конфронтации. Ну вот такая может быть штука. Так, нечасто есть возможность посмотреть ваши ролики, спасибо вам за ваш труд, но всегда очень приятно слушать коллегу-профессионала, который говорит доступным языком. Спасибо. Спасибо. Это значит Ирина Ирина сказала так. Комментарий это другому. Сейчас еще, после нескольких лет жесткого абьюза может ли у жертвы развиться тревожно или какое-либо еще расстройство, кто его может диагностировать? Ну, у меня был пару дней назад в Фейсбуке эфир по абьюзу. Абьюз это все тоже журналистский термин, это не медицинский термин, и в общем-то мы там говорили и я договорился до того, что абьюз в целом это как перманентное психологическое насилие. То есть это психологическое насилие, причем не единомоментное. Если ты зашел в маршрутку, тебе это послали куда-нибудь там, то это как бы можно сказать, что это абьюз, но это не совсем абьюз, это просто акт вербальной аргрессии. А если ты находишься в отношениях с человеком, который тебе постоянно, еще более близкий человек, то тогда вот это абьюз. Да, может быть, у человека развиться тревожное расстройство возможно как следствие того, что я как бы не могу себя защитить, и у меня возникает чувство не... ну как... у меня возникает чувство небезопасности в связи с тем, что я нахожусь постоянно с человеком, особенно, знаете, когда вот он не просто такой абьюзер, а абьюзер, который уже не постоянно абьюзит. То есть, понимаете, если ты человека воспринимаешь как такое исчадье ада и постоянного... ну как его не видишь, он тебе обычно какую-то элегадость скажет или будет на тебя там рать. Ты знаешь, как к нему относиться. Тут проще как бы какую-то броню выстроить. А если это человек, который, ну вот не знаю, какой-то переменчивый, например, алкоголик. Вот он когда пьяный, он такой добрый, такой дурашливый, а потом когда с бодуна, такой злой. Или наоборот, когда пьяный, злой, а когда потом у него стыд, вина, он добрый. Ну а представим, что ты не алкоголик, потому что по алкоголику ты как бы понимаешь сразу, а какой-то вот человек, который вот у него когда там перемыкает, ну вот он тут, скажем, в разных каких-то он фазах своих и ты не знаешь, чего от него ждать. Да, тогда может быть у тебя, может быть вторичное от того, что ты находишься в обществе такого человека, у тебя чувство не тревога, повышенная тревога как способ такой защиты срабатывать. Ну может быть расстройство. Но диагностировать. Вообще, так как вы пишите тревожное прям расстройство, ну конечно психиатр такие вещи диагностировать в норме. Как это у нас, это уже такое дело. У нас, я имею в виду, что у нас и психологи этим занимаются, и невролог, это может и семейный врач там диагностировать. Правильно, конечно, к врачу лучше. Так. Могут ли жениться два нарцисса или на клубе есть место только для одного? Могут. Если вот говорить о нарцисах как о людях с парциально незрелой, парциальной эмоциональной незрелостью личности, то там могут. Чаще, конечно, но опять же, это такое, мы сейчас говорим так в общем. Но если все-таки говорить в общем и так, чтобы это было красиво, то чаще можно себе представить картину, это мужчина с нацистическими чертами и женщина с невротическими, в частности, с истерическим радикалом. Вот это у них очень будет комплементарная такая пара. Так, чтобы это был, ну, как вы так написали, женятся ли два нарцисса, типа это два мужчины, что ли? Но с этим может быть среди геев там можно себе представить двух таких нарциссов, они вот там как-то поженились. Но если говорить вот о мужчине и женщине, может ли пожениться нарцисс с женщиной и нарциссом? Да, скорее всего нарциссизм женщинам, ну, не так как бы, у женщин могут быть нарциссические черты, в широком смысле, то, что мы говорим. Но если говорить прямо так, что это нарцисс, это все, вот эта женщина, она нарцисс, вот в первоисточнике, то это не так часто бывает, как с мужчинами. Вот так. Так, я стал пограничницей после нескольких таких отношений, сложно уже представляю другие. Пограничницей. Ну, смотрите, пограничница, если вы не пошли на границу служить, то есть два понимания. Есть пограничная организация личности, по Мак-Виллимс. Считается, что есть три организации личности. Психотическая, пограничная и невротическая. Здоровых людей нет, то есть, условно говоря, максимально близкие к здоровью, это люди с невротической организацией личности, то есть невротики. Что не соответствует такому классическому психиатрическому пониманию и даже неврологическому, где невроз это ненормальное состояние человека. Невроз это, ну, как бы, патология. Не как бы, это патология. Но вот, если говорить в аналитическом ключе, то невротическая организация личности, не значит, что человек покрылся неврозами. В смысле, что у него невротическая организация личности? Означает, что у него преобладают высшие, высокие психологические защиты. У психотиков преобладают низшие психологические защиты. Ну, типа, какие там расщепления, вытеснения. Высокие психологические защиты, это рационализация, сублимация. То есть, вот я, например, хочу заняться сексом, а вместо этого иду на работу и работаю. Вот это невротики так поступают. Психотик, он хочет заняться сексом, не может, и расщепление, как здесь может работать. Ну, короче, в общем, тут это немножко такая другая тема, но вот люди с пограничной организацией личности – это люди, у которых в разные моменты их жизни, в разных ситуациях срабатывают то высшие, то низшие психологические защиты. То есть, это, знаете, как такой серый цвет, который, на самом деле, если присмотреться, это соль с перцем. То есть, соль с перцем, если присмотреться под лупу, это белые кристалли, черные, белые, черные. А так смотришь серый. Поэтому то, что вы стали… Да, есть еще пограничница, еще можно воспринимать как человек с пограничным расстройством личности. Идея в том, что пограничный ком или цей ни в том, ни в другом смысле стать нельзя. Какая-то организация личности есть, такая и есть. Ну, так, чтобы человек из невротической организации личности перешел в пограничную, ну, вот надо о себе подумать и такое представить, как это, в каких ситуациях что-то может произойти. Как правило, люди, ну, вот из пограничной могут в невротическую перейти, в ходе там жизненных каких-то перипетий, созревания, психотерапии, ну, там, у нас роста психологического. Это, да, это можно себе представить в какой-то степени. Пограничные расстройства личности, как и все расстройства личности, оно, ну, как психопатия, тотально, какие там триадок Анушкина, тотально, стабильно и забыл уже. Ну, в общем, смысл в том, что оно тоже, оно не, им нельзя заболеть, и от него нельзя вылечиться. Ну, в общем, это как особенность Конституции. Поэтому, может быть, не может быть, а 90, я не знаю, сколько из 100, что вы немножко себе не накручиваете, а берете на себе личную. Ну, либо, может, у вас какой-то термин пограничница в каком-то неизвестном мне смысле вы, как бы, используете. А то, что можно, а то, что могут, так сказать, ну, грубо говоря, нервы расшататься от каких отношений, это да, согласен. Так, на тему абьюза, обесценивание. После спокойно может быть выучена беспомощность. Сбой после дамы был колоссальный, порой даже запах эмпатии нет. Все гонят к неврологу, но не знаю, оселит ли объем всего. Да. Это не вопрос, поэтому я... Так, хорошо, будем уже заканчивать потихоньку. Сейчас я еще тут посмотрю, есть ли тут какие-то... Сейчас я в Инстаграм посмотрю. В Инстаграм я буду решать вопрос, как сделать так, чтобы в Инстаграме как-то можно было читать комментарии, потому что здесь много комментариев, которые я не смог прочитать. Расскажите, пожалуйста, про пограничное расстройство личности. Ну, вот ты только что немножко рассказал об этом, но это, конечно, надо отдельно. Я сейчас уже не расскажу. Тут так в двух словах не скажешь. Какая причина нарциссического расстройства? Ну, смотрите, у меня видео есть по поводу того... Опять же, если говорить о анаститическом расстройстве личности, то расстройство личности – это то, что раньше называлось психопатией, и расстройство личности предполагает определенный базис, то есть на болезненной основе... То есть это не всегда только из-за того, что что-то с человеком произошло там в детстве. Знаете, принято считать, что все проблемы у нас из детства. Мама виновата в том, что люди вот такие, какие они есть. Родители очень сильно переоценивают свой вклад вообще в воспитание детей. Сейчас принято, знаете, вот, надо быть идеальной матерью, там ему сельдерей давать, там, в общем-то, давать. Дети, вот, посмотрите, есть очень же много примеров, если не ваши дети, то оглянитесь вокруг. Два брата или сестры, ну, два сиблинга от одних родителей, примерно те же условия воспитания, вообще разные люди. То есть я не говорю, потому что у них там таланты разные, еще что-то. Просто разные люди, а как так? А вот так, так, потому что мы же не почкованием... То есть есть такой, опять же, нарциссическая фантазия у многих родителей, что они делают, они обретают бессмертие в своих детях, и дети – это пустые такие какие-то вообще нули, в которых нужно записать все самое ценное, что я хочу после себя оставить. Собственно, конфликт детей и родителей в том и заключается, что дети считают, что мне вообще, что ты там хочешь записать во мне, оно мне, ну, как бы имеет, конечно, значение. Конечно, родители влияют на детей своих больше всего, потому что кто же еще на них может влиять? Не соседей, правильно? Не, там, китайцы с другой стороны земли. То есть родители имеют максимальное влияние среди окружающих людей, особенно если это теплые, близкие отношения, то есть когда ребенок вовлечен в эти отношения, когда ребенок воспринимает своих родителей как у этих значимых взрослых, то есть гарантов своей безопасности. Ну и опять же, внеэкзогенные причины развития, в том числе нарциссического расстройства личности, лежат как раз таки в том, что родители не дают ребенку по каким-то причинам ощущения своей постоянной безопасности и любви, ну, любви по умолчанию. То есть любовь не безусловная, а условная. Да, тут есть влияние. Но опять же, у родителей могут быть два брата и сестра. Одному, обоим, условно говоря, не давали вот это вот ощущение, то, что любовь безусловная, нужно было за то, чтобы тебе хорошо относились, стихи учить и уборки делать, посуду мыть, там, не знаю, что-нибудь еще, ну, какой-нибудь вот там, или там бабушке всегда говорить спасибо, когда поешь, там, или маму всегда, ну, что-то там. Вот. Но один получается нарцисс, потому что у него нестабильность еще и связана с тем, что он, ну, такой вот у него, конституция такая. Вот это вот все, он как бы никак не уверен, что точно ли его любят. А второй такой более, второй или вторая, более какой ему, мне не так важно, насколько другие люди мне говорят, что они меня любят или не любят. Я, понимаете, как хаваю себя вот и до. Грубо говоря. Вот если, я так, конечно, вот немножко грубо так, огрубленно сказал, но если есть две таких разных, вот, конституциональных каких-то, ну, зерна, один такая изначальная неуверенность в том, что я вообще окей, а второй типа, да, я окей, нормально. И при этом уже влияние родителей, оно как бы имеет значение, но оно уже вторично. А потом влияние там всех остальных людей, оно уже еще больше третично. А потом еще, если человек встречает кого-то, часто же люди, в том числе нарциссы, в том числе и мужчины нарциссы. Почему я часто говорю, что мы говорим, ну, я когда говорю о нарциссизме, я говорю не о расстройстве личности, потому что расстройство личности по умолчанию не лечится. Оно курируется, оно как бы компенсируется, оно как бы, ну, по определению такое расстройство личности, нельзя личность взять и изменить. а если мы говорим о этих так называемых кокотовских нарциссах то есть нарцисс нарциссические черты у человека с нерасстроенной личностью за здоровой личностью тоже часто же бывает так что мужчина ведя себя таким образом с женщиной выходя из этих отношений в следующие отношения поскольку он же стал чуть старше женщина следующая будет старше он бывает что все-таки определенный опыт у него есть он делает какие-то ошибки работу над ошибками бывает так что вот в следующих отношениях нарциссические эти черты они уже меньше выражены вот это тоже имеет значение тоже имеет влияние почему же я и говорю всегда знаете когда я немножко даже так эмоционально реагирую когда какая-нибудь женщина говорит фон надо бежать роняя тапки он утилизировал я вышла из огня я вся растоптана и растерзана он такой коршун то есть начинается когда вот эти вот такие героизация образа жертвы вот этот вот по сути вьетнамский синдром синдром посткомбатанта стокгольмский синдром я знаю как еще это все термины журналистки но чтобы вы понимали я вот столько там типа как грубо говоря горело в танке этих отношений и вот хожу с этими шрамами получается что тот человек мужчина если это не такой прям вот матерый нарцисс такой прям с расстройством личности с каким-то вот то он может быть имеет шанс ну теоретически я уже не знаю умозрительный человек он может в принципе когда-то войти в отношения где он уже не будет так себя вести он как бы ну созреет пускай позже но это порциональная незрелость его она дозреет дорастет где-то там инициации с работы с ним еще что-то а женщина ходит себе как с флагом с этим вот и опять же ты же когда хочешь отомстить тому которого уже нет ты ищешь себе сейчас новых таких которым будет за что-то мстить а потом говорят что как так эти нарциссы я их притягивают и ты находишь ты пойди вот на улицу ну вот я так ты это условно какой-то человек пойди на улицу найди мне пожалуйста там пять психопатов там или скажем или ну вот у меня было четыре там отношения за последние там год и все четыре были нарциссы как так можно было так совпало ну понятно нарцисс это не так что прям знаете какая-то такая редкость единорог но в принципе четыре подряд как то есть просто в рулетку кинь и выбирай в рандомных вообще людей так они не будут там четыре нарциссы а ты нашла их четыре как так вот вот так вот поэтому я говорю что да утилизация это вот если бы вы были бы мне еще часто начал говорить вот вы не были просто в отношениях нарцисс ты надо выбрать либо ты значит всю жизнь будешь нести с собой этот вот эту войну которая уже огремела либо надо лучше что можно сделать нарциссом это его отпустить мэти вот показываю еще раз отпустить как этот фильме команда где-то что-то из него сделал я его отпустил то есть вот вот это максимум что вы можете сделать а вот это найти его отзеркали сделать ему больно сделать что он жалел сделать он ну если этот человек на реальный нарцисс ты никогда его не перри смотрите начало видео начало эфира все что ты делаешь для него повышать его нарциссии это нарциссический ресурс это ему как котику сметанка это как я не знаю как тушить керосином огонь так ну хорошо на этой эмоциональной ноте будем заканчивать тоже уже времени скоро уже надо будет просыпаться все ставьте лайки в общем я буду буду периодически стараться выходить в эфир и смотрите за анонсами в инстаграме тоже буду буду подключать надо только решить вопрос как мне комментарии смотрит на общем я на все комментарии я все равно никогда не успеваю смотрит меня получится сейчас в инстаграме 242 человека в ютубе и 31 человек в инстаграме ну с вами меньше но в инстаграм в принципе у меня меньше вот естественно что все комментарии я ну не смогу наверно смот отвечать но на какие-то постараюсь надеюсь что многие многие все-таки вопросы у вас они чем-то похожи на кто-то задал вопрос а других тоже это интересует потому что тема все-таки такая наболевшая и добившая скобину все всего доброго до встречи в следующих выпусках так как здесь выключить секундочку сейчас все пока пока